3.19 счет. По сути счет разгромный, по идее катка невывозимая, но я вам говорю, есть здесь варианты для эскейпа. Удачный файт от команды Empire, может решить все вопросы. Silent может тут просто в одном файте 4000 поднять, купить себе один слот. Если не будет, конечно, бегать соло хрен знает где. Это уже печальная история для Silent. Прыгают на него, поднимают Silent, а то при гангер непонятно куда, куда юзать. Кукшок провязал у нас мимо, яу Silent, лоу хпшный, Silent в таверну. Не знаю, как объяснить вообще этот муфу. Команда Empire, почему отправили в одиночестве абсолютном Silent, а неужели он подумал, что при таком перефарме можно заэскейпить одному абсолютно. Выйти из файта самостоятельно, если никого из игроков команды LGD нет на карте. Ну, тут горячку порит команда Empire, это видно. Они, правда, очень сильно проигрывают и начинаются затупы. Причем приличные такие, о которых прекрасно знают сами игроки, но это все дизморально, разумеется. Они были на плюс морали, начиная третий матч и... 3.20. Знаете ли вы, что вы знаете о дизморале вообще? 3.20 на 30-й минуте, по золоту 11, по экспириенсу 3 с копейками. Ну и пятнашку LGD отыгрывали, играя с Phantom Lancer. Правда, там не было двух керри лейтовых. Здесь Ember Spirit есть, у которого уже Daedalus готов, и здесь есть Герокоптер, у которого Butterfly будет сейчас. Остались копейки Сайлеру до Butterfly, и вообще по фарму они просто чокнутые. Два парня. 14.800 у Ember Spirit, а 14.600 у Сайлера. Дальше только 11.000 Silent и 10.800 Resolution. Почему Resolution может с ТП уйти из кустов? У него есть даггеры, он знает когда, что и выйдет, куда сваливать, а Silent позволяет себе отдаваться в соло. Алоха Дэнс просто по дефолту это делает постоянно. Мне непонятно, конечно, беседы должны быть очень-очень серьезными. Эта игра, по сути, ценой 500 тысяч долларов. В 2011 году люди зарезали бы друг друга на Интернешнл за такие деньги. И так относиться вальяжно к данному матчу, ну это реальный трабл. 14.000 золота, LGD Experience. 7.000 тоже для команды LGD Gaming. Механический Баунти Хантер? Нет, просто летающий Баунти Хантер. Золотой Баунти Хантер. А вот, кстати, он. Как удачно, да, переключились. Вот вам Баунти Хантер, полетай. Прыгает Алоха Дэнс, сразу же форстафает его вниз. Йоку или нет, или кто, или как. Как Алоха Дэнс это вернули? Скатился вниз, скатился вниз на крипу. Быстренько с Курьером справились игроки команды Empire. Тут денежек капнуло им неплохо так. Ну, и вот он, чуть-чуточку камбэк. Или вот здесь будет, наверное, на тысячу. Не так уж и много по данным графикам, но и неплохо. Не хуже, чем постоянное движение графиков вниз от команды Empire. Флай что-то понял. Да, Флай понял, что за ним выехали. 3, 21, в 7 раз больше фрагов от команды LGD. Еще и Shadow Wave забрал Рубик, перед тем, как убить Флайя. Пошли вардить, де вардить игроки команды LGD Gaming. Могут себе позволить, че им. У меня в том, что Файдрика пропала. Исчезни. Все, исчезло. Ксяу Эйт уже с Меккой. У него уже есть Аркан Буцей. В Курьере там ничего не лежало. Но, скорее всего, Гвардиан Грифс будет появляться у команды LGD. Здесь есть кого хилить. И ребята камбэкового плана, которые могут слоу ХП выйти в фулл, в принципе. Ну и зажаты на собственном хайграунде грехи команды Empire. Пока что они могут просто отсрочить слив. Так, Курьер, Курьер, Курьер. Ксяу Эйт. Я знаю, что ты будешь делать следующим летом. Знают, что здесь Ксяу Эйт. С Курьером теперь надо очень аккуратно. Невероятно аккуратно. Курьер сразу через хосту. Куда-нибудь подальше в текстуры. Полетел в текстуры Курьер. Пытается подсветить его. Сайлер хотели забрать Куру. Кура несет Ривер для Сайлента. Так, Яша без Монта Стайва будет. Просто хеллспойнты для Сайлента. Ему надо выживать в этом файте. Других вариантов нет. 1727 сразу. На силу ПТ и можно Сайленту будет драться. Пытаются выйти через, в принципе-то, своего встроенного дефа достаточно у Сайлента. ХП будет нормальное количество. Диффузами выжечь тоже сможет. Можно с саппортами работать. Шалуй Грейв, он в составе команды Empire. Здесь просто так не подсейвить игроков команды. LGD, если уже Фантом Лансер вгрызется, то должен доедать до конца. 3900 на руках. Maybe. 1600 у Сайлера. И Сайлент на Фантом Лансере. 700 голды. Никакой Тараски здесь не будет. Я думаю до файта. Потому что сейчас падает Роха. По идее, если LGD не дураки, то должны идти просто давить на ХГ. У них будет Аэго. Сира еще нет. Ну, 34-я минута. Они хорошенько нафармлены. Фарму 16000 плюс. По экспириенсу десятка. Здесь есть Фантом Лансер. Нет, правда, котла от команды Empire. Есть дазл на всякий случай. Йоку, куда ты пошел? Куда пошел Йоку? Он пошел помогать Сайленту фармить Эншент. Вижена вроде бы нет. Одну секунду. Ну, должны что-то понимать игроки команды LGD. Да, вот уже обходят. Уже обходят Фантом Лансера. Он прыгает через Доппергангер через пропасть у нас. И вышли. Все, вышли. Йоку сейчас будет сливаться. Сайлент тоже будет сливаться. Промазал хукшотом. В итоге у нас Яо. Это фактически спасительный промах от команды Empire. Не знаю, как там будет дальше. Но если бы сейчас бы слили в Соло Сайлент, то игру шли бы просто заканчивать игроки команды LGD Gaming. Йоку с Даггером. У него есть ТП. Он, по идее, должен отсюда уходить. И пытаются раскайтить команду LGD. Растаскивают по лайнам. Выигрывают тем самым время для Фантом Лансера. 1400 у Сайлента есть. Рецепт уже есть на Тараску. Осталось 1100 до Виталити Бустера. ПЛ. Резолюшн не летит. В случае, если команда LGD будет отходить, он будет сплитпушить, я так понимаю. Сайлент фармит с ХГ. У него 1700. А где ты деньги берешь? Это просто иллюзии идут и это делают. Да, прыгает. Дальше Резолюшн. Он будет растаскивать команду LGD по лайнам. Он будет пытаться сплитпушить. А здесь лоу-хпшный Тауэр. По идее, Резолюшн в Соло линию забирает. И уходит. И опять же уходит. А здесь нервишки у китайцев нет-нет. Да и дернется. Лина сразу перемещается на нижний лайн. Потому что близких заходу LGD гейминг на ХГ. Было бы кем контролить здесь. Было бы вообще великолепное. Пауэр есть на Сайленте. Сайлент. Вся Уэйта в никуда, по сути, отправляет иллюзию. Ну и иллюзии дальше будут фармить. Это очень хорошо для Пейла. Пейл по сути просто под пауэром фармит. Конечно, когда Сайлор не приходит. Ну и никто не подходит. Сайлор просто в Соло начинает лупить у нас Ставар. Гляньте, что с Яо происходит. Нормально, нормально. Иллюзии Сайлента дамажит. Здесь сейчас должна появляться уже Тараска. Появляется рецепт на Тараску у Пейла. И Виталити Бустер летит или нет? Нет, Курьер без Виталити Бустера. Ну и в это время топ тавер у команды Дайер подпушивает. LGD постепенно начинает терять тавер. Так, Яо прыгает у нас на Резолюшн. На Резолюшн лоу хпшный поднимает себя в ветра. На Резолюшн хоть что-нибудь повесить. И Резолюшн не дал Лагуна Блей. Пошел отхилиться. Можно жить. Йоку еще не дал РП. А Йоку с прошлой игры еще не дал РП. И вообще всю прошлую игру РП Йоку не дал. Он постоянно в этом состоянии. Последние два матча. В состоянии не дал РП. 1650 по голде у Магнуса. Ему-то в принципе сейчас ничего не надо. Он рефрешен не насобирает. Денег просто не будет. А здесь есть ли Аганим? Нет, Аганима у Клокверка нет. Еще 1400 по голде необходимо. Так что спамить, хукшотами Клок не будет. Есть варианты подраться. Линию кто бы подпушил. 66 хеллс-поинтов у Тавера. Ну и команда Эмпайр держится на ХГ. Эти будут ждать хукшота. Через 5 секунд у Клока будет хукшот. В кого-то будут врываться. 100%. Здесь есть реверс-полярити. Здесь есть лагуна Блейд от Лины. Так, Сайлера пытаются цеплять. Драгон Слейф. Нево Резолюшн. Еще и под ноги Лайтстрайк. Ири сбивают Аегу. Хорошо падает в это время Тавер. Где Йоку? Где его вонючий РП? Надо уже как-то файтиться. Вроде как заагрелись ЛГД. Зашли на хайграунд. Забрали Тавер и уходят отсюда. Знаете, что я вам скажу? Это огромнейший плюс для команды Эмпайр. Они не потеряли сторону полностью. Они, в принципе, отковырялись со счетом 21-3. Отковырялись на 38-й минуте просто снесенным Т3 по нижнему лайну. Это, знаете ли, дорогого стоит. Появляется Сатаник у Геррокоптера. У Сайлента уже должна лететь готовая Тараска. Так и есть. Сайленту Курьер приносит Тараску. У него 2400 хп. Так, находят Сайлента в лесу. У Сайлента есть ли варианты вообще для ухода отсюда? Дуппельгангер юзает Сайлент за ним. Хукшот в Йоку. Йоку без РП. Йоку просто на скьюри отсюда уезжает. РП Йоку не юзал на хг. Все выхиливают потихонечку. Йоку лоу хпшный. Йоку умирает, не дав привер спалярить. У Йоку есть деньги на байбэк. Должны, по крайней мере, быть. Он недорого стоит сам по себе. Но надо байбэкаться Йоку. Без РП здесь просто слив стопроцентный. 3-2-2. Счет сейчас по фрагам. Если команда Эмпайр нормально подерется, они столько денег здесь могут поиметь. Йоку байбэкается. У Сайлера уже нет Аэги. У него есть Сатаник. Так, где прыжок от Йоку? Нет от Йоку прыжка. Нет ривер спалярить. Резолюшн погибает. Сайлент чем-то там отбрасывается. Неужели это так сложно? Крит проходит у нас от Эмбер Спирита. И все лоу-хпшные. Байбэк от Резолюшн. Эмбер Спирит просто чумной. Он уже так жестко валит. Линкен Сфера у него есть. Баттл Фьюри есть. Да и Далус есть. Эмбер Спирита. Лагуна Блейд ему теперь до одного места абсолютно. Ну и пропушили еще и милишный барак. Игроки команды. И ЛГД. Что же не так с Магнусом? Йоку просто не могу узнать. Ну, непонятно, почему. РПшки не даются. Ну, пытаются выждать момент. Здесь, если будет ошибка, если будет не идеальный РП от Магнуса, какой попало, конечно же, команда Эмпайр сольет эту игру в хлам. И это не обсуждается. Но если будет идеальный РП под все это, под задувку Лины, под Лайт Страйкера и под ноги, под Таска, я не знаю, с прокатом, с Валрус Панч, чтобы у китайцев просто глаза потерялись. Непонятно, куда было бы идти. Идти так. На Сайлента прыжок. Пытается убежать отсюда Сайлент. Выталкивает его. Очень удачным действием. Тим Эмпайр не подставились. Йоку здесь остановили. У Йоку есть Скьюер. Он залетает на ХГ. Тут больше РП нужен, конечно, чем Скьюер. И завоз после РП на хайграунд. Команда ЛГД 100% будет заходить по нижнему лайну. Нафиг им этот мидлейн с Т3, если можно зайти спокойненько по нижнему лайну. Допушить его. Уже барак стоит подбитый наполовину. Йоку, давай, Йоку, роднулечка. Пора уже. Так, а здесь появляется еще и Даггер Уэмбер Спирит. Баунти Хантер с Солар Крестом. У него есть Мек, у него есть Аркан Бутсы. Герокоптер 2.900 после Сатаника. Не очень жестко, конечно, Сайлер. Фантом Ланцер вряд ли проигрывает Герокоптеру. А ну-ка, ну-ка, ну-ка. Проигрывает Герокоптеру Фантом Ланцер. Проигрывает на слот, причем очень жирный слот. Алоха Дэнс подставился на мидлейне. Ребята, я не знаю, как это озвучивать. Я не понимаю, почему. Как, почему, зачем, для чего спускаться? У тебя нет вариантов для эскейпа. Туск просто пошел отдался на мидлейне. Алоха. Ну, Саберис ты. Ну, это очень важно. Это важно на 500 тысяч золота. Зеленого золота. 25 кусков выигрывает LGD по голде. 15 по экспириенсу. Продолжается здесь оборона. Агоним через 500 голды появится у Клокферка. Резолюшн с километра задувает. Но пусть Резолюшн бы и раньше, и дальше задувал. Зачем идти и подставляться туску 0.7? Жирный герой. Мощный герой. Герой с эскейпом. У которого есть варианты в соло сливать. Он идет со счетом 0.7-2. Но это же просто... Позор же какой-то. Always on a fly 0.5-2. Еще кое-как. Магнус 0.3-0. Йоку. Ну, тут нашла коса на камень. Импайр на хорошем ходу. Но LGD Gaming это все-таки гранды. Абсолютные гранды. Ксяуэйд это топ вообще. Капитан, наверное, в истории доты. Если не топ, то топ-2, топ-3. Сто процентов. Аллохдэнс опять пошел. Я первый. Пацаны, я их на ульты развел. Гоуфай. Смог прошел. И сразу же здесь в хайграунде LGD Gaming. Ой, какая неудачная позиция для команды Эмпайр. Яу должны распиливать. Резолюшн просто пилит в плейдмейл. Ему срать. Вообще он разваливает у нас в итоге... Разваливает Клокверка. Лоу-хэп-фэшный умирает Даззл. В это время Сайлент где-то. Сайлент просто бежит оттуда. Йоку не провязал РП. Сайлент до хайграунда. Доппельгангер у него есть. Минус 2 сделала команда LGD. Забрали Клокверка игроки команды Эмпайр. Я хочу посмотреть сколько это стоит. 617 голды. Нормально. Нормально. При двух потерянных это дофига было. Ну и опять на Роху LGD Gaming. Они парни, которые будут тянуть до последнего. Пока преимущество не будет сверх колоссальным. Они не зайдут на хайграунд. Ну Эмпайр, неужели вы на Роху пошли подраться? Ребят. Да, пошли. Пошли. По Ремнанту сейчас бегут. Но Ремнанту здесь не палят, конечно же. Идут на Рошана и будут файтиться. Нет, на Рохе уже нет команды LGD. Под смоком дальше. Команда Эмпайр сейчас наткнутся. Со всех сторон их просто окружает LGD Gaming. Поднимают Баунти Хантера. Запилили Баунти Хантера очень быстро. Надо отсюда уходить. Прыжок пошел от Мэйби. Мэйби через Ремнанты валить. Ну и Мэйби на Рошана. 4 в 1. Ой, 4 в 1. 5 против 4 можно драться. 1100 за Баунти Хантера получили игроки команды Эмпайр. 1300 по экспининсу. Рошан начинает постепенно сыпаться команда Эмпайр. Туда не идет. И, наверное, это правильно. У них есть преимущество в русском пространстве. Но о каком преимуществе и вопросах скиллов нужно говорить, когда 27000 перепадов. Вообще никакого. Вообще. Тут уже нормальная сборка на ПЛ. У него же есть Тараска. У него есть Дефьюжел Блейд сразу же второго левела. Не стал Сайлент долго телиться. Надо хотя бы какую-то маломальскую дамагу вывозить. С руки 200. Иллюзий много. Живучие. 27 дефа у него. Плюс вампирик есть от Владмера. Хорошо приобретает себе демонедж. Фантом Лансер покупает себе демонедж. А не тот ли это демонедж, который я знаю какой демонедж? Или это будет все-таки МКБ против Гирокоптера? Может быть и так. Посмотрим. В принципе посмотрим. Может Сайлент у нас демонедж купит как раз-таки для рапирных целей. Кто знает. Вывозить как-то катку надо. Второго шанса у Эмпайр не будет. У них одна удачная драка и все. Это все на что они в принципе могут рассчитывать. Если будет удачная драка, тогда будет камбэк. Если не будет удачной драки, они какая разница. Теряют рапиру, не теряют рапиру. Они игру сливают. Это факт. Тут ЛЧТ просто в лице Эмбер Спирита сможет в соло снести все. Или в лице того же Гирокоптера. Сайлер уже бежит. Овес Франа Флай летит отсюда. Сайлер летит отсюда. И кто-то там еще тоже оттуда летит. По-моему, Резолюшн. У Резолюшна появляется Войт Стоун. Наверное, для Хикса скорее всего. Думаю, что да. У Алоха Дэнса 1700 на руках. Есть медальон в Кураж. Есть Блинк Даггер у Сайлента. 3 800. 3 800. У него нет их, но надо. Я думаю, что скорее всего будет здесь рапира. МКБ это... Постольку поскольку. Да, все-таки МКБ приобретает себе Сайлент. Решил драться с Гирокоптером по-честному. Теперь у воротов у Гирокоптера отныне нет против Сайлента. Ну а бить некому руками, кроме Сайлента. Кстати, Гирокоптер с БКБ здесь... Да, с БКБ Гирокоптера, МР Спирит без Блэкинг Барона. У него есть Линген Сфера. Ну сбить Линку и... Там запиндюрит Лина. Это половину ХП сливает Мэйби. Вторую половину да есть, это не проблема. Ну смотрим. Решающий файт он по идее должен сейчас уже быть. Крипы подойдут и пора будет подраться. И скорее всего это будет драка либо последняя, либо драка, которая положит начало совершенно новой доте. Давайте Эмпайр. Гоу-гоу. Йоку. Взбивает Даггер со старта ему. Врывается Яо. Йоку должен уезжать отсюда. Сайлент тоже из коков выпрыгивает. Прыгает на всех Эмбер Спирит. Как же больно всей команде Эмпайр. Сайлент пилится в соло против Гирокоптера. Сайленту надо уходить. Доппельгангер от него. Дальше за Сайлентом. Ну и по-моему... На этом игра закончилась. РП от Йоку был. РП от Йоку не было. Я не понимаю, как это объяснять на самом деле. Мне хочется сказать что-то более-менее адекватное. Но мне не получается. Честное слово. Просто ни одно РП от Йоку заиграл. То есть даже на дурака здесь не была РПшка. На случай, если кто-то зайдет где-то куда-то. Йоку пытается себя подсейвить. Но он четыре раза умер. Это все, что он сделал за матч. Как ни печально это говорить. Нет байбэка здесь у Фантом Лансера. Биться некому. Это ГГ 100%. Очень даже жаль на самом деле. Команда Эмпайр падает вниз в сетку лузеров. И падает на... По-моему... По-моему на MVP Феникс против Ньюби, если не ошибаюсь. На их пару. Ладно. Игра вообще неудачная получилась. Команда Эмпайр. Понятно, что они потеряли вообще нить всей этой доты к началу матча, когда их гнобили. Но Клейте можно было бы созреть хотя бы на одну РПшку. Я не знаю, как стату посмотреть, но... У меня есть подозрение, что Магнус ни одной РП вообще не дал. 0-4-2 здесь. 0-9-2 Туск. 0-7-2. С Алоха Дэнсом, наверное, серьезный разговор будет. Вот Даззл 0-7-2. Ну, этот Даззл это фулл саппорт. Ну, и 3-7 Лина. 2-4 Фантом Ланцер. Просто, просто, просто полнейшая печаль. 5-3-1. Команда Эмпайр эту игру проигрывает. Падает в сетку лузеров. Но они были в одном шаге всего лишь до прохождения по сетке венеров. И это было бы круто. Они могли бы... Они реально имели все шансы наказать одного из главных фаворитов данного турнира. Ладно, услышимся через совсем чуть-чуть. Следующий матч у нас. Это команда Cloud9, которая будет играть против цидеков. Посмотрим, так ли, как говорят, феномен ли цидек. И сможет ли опытный коллектив клаудов интернациональный против молодого китайского коллектива выстрелить. Все. Услышимся через несколько минут на этом канале. Не забывайте подписываться. Заходите в группу ВКонтакте, на наш сайт, разумеется. Ну, и оставайтесь с нами. Это Игрокам ТВ. У микрофона друг. Поехали дальше, в принципе. Только интересный матч. У нас Интернешнл. Плей-офф первый день. Гоу-гоу.